всем доброе утро дорогие друзья с начинаем 118 урок прям вообще такие цифры уже 118 урок и все больше и больше слава богу нас изучающих мудрость царя соломона да то есть мы я даже думаю сделать организацию такую да как бы последователи изучающие мудрость царя соломона то есть будем изучать и не зря же он старался может чуть он старался для нас да он хотел мир улучшить он хотел чтобы в его поколение пришел машех и построил первый храм там чудеса были явные чудеса были открытые чудеса вот по почитайте про него в танахе просто были чудеса там ворота открылись в них ковчег не проходил открылись ворота но там все было вообще вот такое столб вот так вот жертвенника столб стоял постоянно вертикально в небо его ничто не могло сдвинуть сдуть там это сам вот он вертикально стоял столб то есть но про него есть много разных талмуде истории потому что он властвовал и над миром людей в то время и над миром демонов то есть еще мир демонов частот мир куда-то ушел но вообще в то время он был более явно проявлены в нашем ну в этой в обычной реальности да есть же духовный мир есть мир людей а есть переходный мир мир демонов они обладают сущностями некоторыми которые присущи духовному миру и но и какими-то которые присущи этому миру но в последние тысячи лет этот мир демонов от нас был скрыт то есть люди перестали ну то есть очевидно он где-то его раз развили в какой-то реальности да не знаю в общем а он был царем над миром демонов тоже царь шлумо да ну хотя если бы ему показать наш мир если бы показать что мы сейчас сидим например да я сижу в тиве весь мир значит сидят люди в разных странах мира кто где сейчас да это самое кто где сейчас находится вот напишите кто в каких странах кто в каких местах а да напишите кто в каких странах кто в каких местах интересно да и если бы царь соломон это увидел что можно сидеть изучать изучать что будут через почти три тысячи лет сидеть люди изучать мишли один будет сидеть в киеве остальные будут сидеть по всему миру и в прямом эфире один говорит а все слышат он бы сказал вообще это демоны он бы сказал харьков да фаина харьков днепр представляете вообще сила в какой мир в каком времени мы живем что я говорю здесь а даниэла дина слышит меня в москве и одновременно ирина не тиченко слушает запорожье то есть я говорю здесь а голос летит 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 бах москва запорожье франкфурт да вообще представляете то есть это уникальное время мы просто к нему привыкли но это уникально харьков миша привет и но то что сказал царь соломон это мудрость которой нам не хватает реально то есть мы можем пользоваться огромной технологией но при этом абсолютно не быть счастливыми не быть не быть реализованными то есть можно быть очень технологичными но но при этом вообще не незачем да впустую хорошо и кстати интересно это нам доказывает что сейчас можно голос передавать на тысячи километров на сотни тысяч километров это нам доказывает что существует виртуальная реальность то есть существует духовный мир и теперь становится понятно как человек как его информационная составляющая да вот то что сейчас передается через средства связи через телефон там через интернет то же самое информационная сущность когда тело не будет она точно также уйдет куда-то в другие миры почему нет очень это понятно очень это легко объяснимо очень теперь это легко воспринимается что жизнь после смерти тела не заканчивается что информационная вот эта оболочка которая является сутью человека она продолжает существовать даже без этой флешки то есть флешка была нужна для того чтобы как раз для того чтобы изучать тору изучать и делать заповеди все друзья поехали значит 6 отрывок 6 отрывок 5 отрывок извиняюсь мы дошли до 4 в том на прошлом занятии что все что в мире происходит это приготовлено для бога для проявления бога для проявления славы бога и даже злодей он приготовлен для того чтобы для того чтобы в нужный момент сделать из злодея спецэффект и показать смотрите вот хорошие люди что с злодеями бывает дальше 5 отрывок то ават ашем коль гва гва лев значит мерзость для бога всятий гва лев это тот у кого высокое дословно сердце сейчас разберемся мерзость для бога у кого высокое сердце яд ли яд лой на кэ рука в руку не очистит вообще непонятно как к что что имеется ввиду без объяснений мудрецов которые знают всю тору и они владеют вот этой вот внутренней суть да контекстом у них есть же все это пересекается непонятно но слава богу малбим нам объяснил что значит бог бог он бывает но в начале идет то ха ха то есть начали идет увещевание он через тору передал нам что можно что нельзя то есть сказал это добро это зло делай добро не делая зло будешь делать зло будет плохо будет это грех будет наказание будет смерть делать добро это хорошо будет хорошо здесь будет хорошо там будет вечная жизнь, все, выбирай, чтобы было честно, потому что, ну, рационально человек, конечно, он выберет добро, он сделал так, что зло привлекательное, чтобы добро было менее привлекательным, и сама система человека, да, инстинкты его, они тянут его в сторону зла, и тогда он может выбрать добро, постараться это добро сделать, приложить усилия, и получить честную награду, выиграть в игре, то есть все понятно, когда человек участвует в каких-то аронменах, там, в каких-то соревнованиях, марафонах, он работает, пашет, пашет, бах, добежал, выиграл, вау, победа, кайф, то же самое о жизни, то есть если ты хочешь выиграть в этой жизни, ты должен, ты должен работать, понятная идея, теперь Бог, он всех любит, он дал, ну, то есть он эту систему дал для того, чтобы выдавать призы, он хочет дать вечную жизнь, ему хочется, то есть чтобы люди выиграли, и, ну, именно выиграли, да, чтобы это была заслуженная победа, и он, значит, создал эту всю игру такую компьютерную, и говорит, выбери жизнь, выиграй, то есть он любит, если бы он хотел уничтожить, он бы уничтожил все в одну секунду, он бы не создавал, теперь, но он из любви, он, система-то работает, он же сказал, как она работает, что за грех есть наказание, и он грешника наказывает, но не сразу, он грешнику дает возможность еще раз услышать, что это делать нельзя, он ему показывает, что случается с другими грешниками, он его может чуть-чуть наказать, потом он может его наказать сильнее, 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 и все. Теперь, но это все делается из любви, потому что тот человек, например, которого, который страдал в этом мире, но он верил в Бога, он дальше сразу там на трамплине летит в самые такие, ну, в вершины наслаждения, в рай там и так далее. Теперь здесь, что написано, мерзость для Бога, гавуалев, высокосердечный дословно, с высоким сердцем. Значит, все работает, же система работает очень равновесно, да, сердце человека, это его мышление. Гавуалев, это, ну, на русский переводят высокомерный, высокомерный, гордец, гордец. А написано, там, где есть гордость, там нет Бога. То есть, что такое гордец? Гордец, это человек, который свое я, свои мысли, свои мысли о мире, свое представление о мире, он очень высоко ценит. Он такой, я сказал, вот это именно так, и все, я знаю как. И это мерзость для Бога, то есть, это Богу отвратительно. Почему? Потому что такой человек, он Бога вытесняет из мира, значит, Бог точно так же равновесно вытесняет из мира его. То есть, если человек, он делает грех, но он такой, знаете, как был этот грешник, который, ему стыдно было в 12 стульях, который, он воровал и стыдился, воровал и стыдился, да, у него и шансы справиться. Если он воровал и гордился, у него нет шанса, а человек должен исправляться, секундочку, исправляться, если он там, например, ну там, вот воры в законе, да, то есть, это их, что значит исправляться, секундочку, это их убеждение, что они живут правильно, то есть, они готовы за это убеждение там страдать, воевать и так далее. То есть, почему он должен исправляться, если он считает, что это правильно, у гордеца, человек, у которого его я, вот такое вот поднятое, да, вздутое, у него нет возможности исправиться, он слишком уверен в себе, слишком уверен в своих мыслях и это мерзость для Бога, мерзость для Бога. И дальше, если это просто грешник, не гордец, да, который вытеснил Бога, то просто грешник, у него идет, он как бы признает Бога, признает людей, но у него есть, он грешит, он как-то неправильно действует, но он и, у него есть шанс услышать, что он действует неправильно. Но если человек гордец, и он вытеснил Бога, как фараон, да, он говорит, кто такой Бог вообще, кто это, то в этот момент написано, яд ли яд льо и на ке, то Бог сам лично его начинает наказывать, не через систему, то есть он его не бросает на волю случая, а он его лично начинает с ним работать, с этим гордецом и его наказывает. Понятно, да, идея? Да. Вопрос, что большинство бизнесменов, ну, мне кажется, что это владимир бизнесменов, которые сегодня есть, они говорят, что скромность качества вообще неуместная, и без него ты ничего не сможешь. Вот Итан говорит, что бизнесмены говорят, что скромность качества неуместная. Я сейчас изучаю книгу самого крутого бизнесмена, одного из самых крутых в мире, который там, про него билдец сказал, что он там, ну, денег, да, бизнеса. Стив Джобс инвестирование, Рэй Далио. Он Каэля, я не знаю, скорее всего, не изучал, но он в начале книги, он говорит, человек должен понять, что он песчинка, он вообще никто. И он говорит, у меня позиция всегда, я не знаю, и я выдвигаю гипотезу, я эту гипотезу проверяю, проверяю эту гипотезу самыми лучшими умами, которые мне доступны, но я проверяю с позиции, я не утверждаю, что то, что я говорю, правда. То есть у меня вообще это его принципиальная позиция. Он вначале прям пишет, как Куэллид, он говорит, посмотри, он не религиозный, да, он говорит, в рамках системы, он просто видит широко систему, да, как вселенная. Он говорит, кто вообще человек, это, посмотрите, мироздание, 7,5 миллиардов людей, 7 миллиардов видов живых существ, миллиарды планет. Вообще он говорит, кто, о чем ты говоришь, кто ты вообще в этом мире. То есть мимолетная вообще, он это про себя говорит, он пишет, что человек должен себя представлять именно таким, но с другой стороны, он должен понимать, что именно он и является центром мира, то есть он является центром мира, в котором он живет, он создает этот мир, в котором он живет. И у него очень скромная позиция, поэтому позиция, что бизнесмены должны быть, я сказал, у него должна быть позиция у бизнесмена, я предположил, я лучшими умами проверил, потом я принял решение, и на мне ответственность за это решение, но как бы и все, не более того. Хорошо, понятно, да, то есть гордецам, сам Бог ими займется, так здесь написано, с гордецами, да, а людьми скромными Бог скромных любит, да, Машера Бейну, самый великий из людей, он был, Моисей, он был, про него Бог сказал, Анаф Миколь Адам, он был самый скромный из всех людей, то есть у него его эго, его я вообще не было, он понимал, что вот это вот я, эго, да, то, что человек представляет о себе, это виртуальная реальность, ее нет, он вообще говорил, а нас нет, есть в Талмуде, разбирается этот вопрос очень красиво, говорится, что Давид Амеллах, царь Давид, он был великий, да, царь Давид, отец царя Соломона, он про себя говорил, кто я? Я, говорит, червяк и не человек, прямо в Псалмах, в Тейлиме, в Псалмах есть такая фраза, я червяк и не человек, да, так он про себя говорил, царь, великий царь. Значит, написано, что Авраам Авину, это первый еврей, с которым Бог соединился, заключил союз, Авраам, да, про отец Авраам, он про себя говорил, мани, он говорит, кто я, кто я, он говорит, афар в эфир, я, говорит, прах и пепел вообще, то есть его я, он себя представлял, это было прах и пепел, царь Давид себя представлял, я червяк и не человек, в Талмуде написано, но круче всех был Маше Рабейну, когда к Маше Рабейну пришли люди, сказали, что ж ты нам там что-то не то сказал в Торе, и, а он говорит, чего вы на нас-то, нас вообще нету, он сказал, вы нахнума, нас нету, он говорит, вообще меня нету, вот это я, меня нету, нету меня, он говорит, это все Бог делает, что вы ко мне пришли, меня нету, понимают, понятно, и сказал, там есть такое еще интересное, это сказал Баальшемтам, Баальшемтам, он сказал, есть такой отрывок в Торе, что Маше Рабейну говорит народу Израиля, Говорит, анухи омет бен Ашем о бен Эхем. Анухи это я, стою между Богом и вами. Баджим Том говорит, это не Машер Абеду стоит между Богом и вами и народом Израиля. Анухи это я, я, эго человека, стоит между человеком и Богом. Анухи я разделяет душу человека, сущность человека и Бога. Вот этот анухи ют, анухи ют это персоналити на английском, личность. И вот здесь написано, что Туава Ташем Коль Гаву Алеф. Высокосердечный, он это мерзость для Бога. Но я когда пришел, я когда начал преподавать Тору, я тоже с этим же вопросом пришел к Рош-Яшиве, Равелезер Кудель. И говорю, смотрите, если я прихожу к людям с позиции я не знаю и пытаюсь им рассказать что-то про Тору, то они не слушают вообще. Он говорит, есть написано в Торе, написано так, ваикба ли бам и поднимут сердца бедарке ашем на путях Бога. То есть если я это не я, а я опираюсь, то есть я сейчас, я говорю, что царь Соломон был самый великий из людей. Малбим, который объяснил, что сказал царь Соломон, был самый великий из людей. А я, Ицкак Пентусевич, я просто учу слова великих людей и их передаю дальше. Но это великие люди. Пусть мне кто-то скажет, что царь Соломон был не великий человек, да я этого человека просто в порошок сотру. Просто его разорву на части, загрызу. Понятно? Но это не потому, что я Ицкак Пентусевич, а потому, что я за царя Соломона, меня вообще нету. Это не я, меня даже судить не будут, потому что меня нету. Понятно, да? Кто я, я скажу? Я червяк и не человек, да? А кто его загрыз? Это Бог сделал, да? Что такое? Все от Бога. Написано, яд ли яд лой на кэ, то есть рука руку, то есть Бог им лично занялся через меня, а меня нету. Так я скажу. Понятно, да, идея? В чем разница? Или ты гордец, или ты поднял сердце на путях Бога. Понятно? Почему приотно таким? Да не приотно. Дальше, шестой отрывок. Шестой отрывок. Бхесед веемет ехупара вон. Значит, шестой отрывок нам объясняет царь Соломон, как работает искупление. Мы сейчас находимся как раз в 10 дней раскаяния, и нужно все свои ошибки, все свои прошлые какие-то грехи можно убрать. Как их убрать? Написано, хеседом и истиной, милосердием и истиной искупится грех. Значит, и продолжение этого отрывка. Бейрат Ашем – страх перед Богом, а страхом перед Богом – сур мира. Он вообще тебя отодвигает от зла. То есть это как бы есть исправление, лечение и профилактика. Значит, профилактика – это страх перед Богом. То есть тот, у кого есть страх перед Богом, он пройдет везде, Бог его будет вести, направлять и так далее. То есть самое лучшее качество – это вот этот внутренний страх перед Богом, трепет. Но если уже человек где-то нагрешил, да, он где-то уже сделал не то, какие-то грехи и так далее, то средством являются хесед и эмет. Милосердие и истина. Значит, смотрите, что такое хесед? Есть гмилут хасадим – это когда ты воздаешь добром. Кто-то тебе помог, ты ему помог в ответ, сделал доброе дело, да? Это называется гмилут хасадим – воздавать добром. Но есть хесед, когда он тебе ничего не делал хорошего или вообще он тебе ничего не делал. То есть ты идешь на опережение, ты становишься производителем милосердия, ты в этот мир включаешь, становишься генератором милосердия, помощи, добра и так далее. То есть это средство, которое помогает исправить тот вред, грех, который ты нанес мирозданию. То есть там ты согрешил, тут ты бах, начинаешь это все исправлять, но ты не исправляешь, ты как бы как лист бумаги, он был согнан вот так, ты его перегибаешь в другую сторону. То есть тут ты навредил, тут ты создал что-то хорошее – это хесед. То есть это Авраам, вот он бегал за путниками, да? Это как человек, который, вот он все делает добро, бежит на улицу, хватает бабушку, перевел ее на одну сторону. Она говорит, сынок, мне не надо, нет бабушка, надо, на другую сторону – это хесед. И он бабушку 10 раз перевел туда-обратно, туда-обратно, бабушка спортом занялась, все, понятно, это хесед. Теперь Эмед, что такое истина? Истина – это Тора, то есть человек, который начинает изучать Тору, он разбирается в Торе, он своими мыслями привязывается к Богу, это называется истина. И тогда это исправляет грех, потому что согрешил-то корень любого греха, это было корень любого греха – эгоизм, да? То есть это послушать свою животную натуру, и ты хеседом, ты, наоборот, идешь, как бы исправляешь эту натуру, и истина, почему ты грешил, ты не знал. Написано, что человек грешит только, если в него вселяется дух глупости. Нет другого, ну, зачем грешить? То есть это просто в человека вселяется сумасшествие, и он грешит. Значит, когда он изучает Тору, он включает рациональное мышление, он понимает, как оно работает, правила движения. Он тренирует свой мозг, свой интеллект разбираться в реальности, управлять реальностью. Когда он натренировал свой интеллект, то он этим самым исправляет себя, исправляет последствия своего греха. Теперь, а что лучше всего? А лучше всего страх перед Богом, который, это профилактика. То есть, если ты боишься Бога, то ты тогда будешь в этом страхе, ты будешь остерегаться делать плохие вещи. Понятно, да? Отлично. Теперь седьмой отрывок. Берцот ашем даркей иш гам ой вав яшли мыто. Значит, если человеку угодны, если Богу угодны пути человека, пути его направления. Мы знаем, что путь это направление, такая широкая дорога, магистраль, да? То есть, путь человека это его глобальное направление, куда он двигается. И очень важно, чтобы направление человека это вот глобальное его намерение. Ты куда идешь? В сторону Бога и добра? Или ты идешь в сторону зла и животного эгоизма, греха и так далее? То есть, это если путь человека направлен к Богу, да? То тогда, если Богу угоден вот этот рацион направления человека, его намерения, то что? Даже его врагов он с ним сделает шалом. Значит, тут интересная вещь. Кто такие враги человека? Враги человека это в первую очередь внутренние враги. Так объясняет Малбин. Внутренние враги это его воображение и его животное вот это вот начало, да? Инстинкты. И тут интересно, вот я то, когда это сегодня я изучал тоже, да? Обдумывал. У меня не работает визуализация. Визуализация. Почему? И я все время думал, почему у меня не работает визуализация? Визуализация это огромная сила такая, да? Которая может помогать человеку создавать, творить, представлять свое будущее. А у меня она не работает. То есть, я не вижу внутри картинок. И потом я подумал, что слава богу, что я не вижу внутри картинок. Потому что большую часть жизни, там, мне сейчас 45 лет, я 26 лет был нерелигиозным. Я такого насмотрелся в эти 26 лет своей жизни, что если бы я эти картинки видел перед глазами, это было бы ужасно. Там же мозг, он, ну, представляете, у меня было бы хранилище файлов. А у меня там такие файлы, что вообще лучше не смотреть. И я понял вдруг, что это бог, он из-за того, что ему угодно было направление моего сердца. То есть, я за бога полностью, да? И я хочу именно служить богу, прославлять бога, обучать Торе, там, изучать Тору. То есть, у меня только хорошие внутренние побуждения, намерения чистейшие вообще. И бог меня спас, бог меня спас тем, что я не вижу картинок. Но теперь, очевидно, когда я это понял и осознал, то, может быть, он у меня включит картинки. Потому что тот же Эрей Далио, который, ну, вот самый крутой этот бизнесмен, инвестор, там, и так далее. Он говорит, что сила, которая меня двигает, самая большая сила, это умение визуализировать, умение увидеть конечный результат. И это же говорит Стивен Кови. То есть, это огромная сила, умение видеть, да? Есть, там, видящие, пророки, там, ну, и так далее. У меня нету, да? Может быть, включится, а может и нет. Значит, как бог решит. Так объясняет Малбин, что врагов он сделает мир с человеком, это его внутренние вот эти вот силы. Если богу угодны направления человека, куда двигается человек, пути человека, значит, он, его врагов внутренних, с ним сделает мир. Но все остальные комментаторы объясняют по-другому. Они объясняют, что это внешних врагов имеется в виду. У каждого человека есть, вообще в мире есть много плохих людей. Достаточно, на каждого цадика приходится один законченный злодей. Есть люди, которые любят делать зло. Они прямо такие генераторы зла, да? Не знаю, откуда они берутся, вот эти все там чикатилы и так далее. Но они есть. Преступники, преступный мир, там, полупреступный мир, серый мир, средний мир, который весь врет вообще построен. Мир лжи это называется, да? Когда вот, ну, там, я не знаю, 80% людей, которые сейчас, я видел такую статистику, что сейчас больше 50% разводов. Даже те, которые не разводятся, изменяют друг другу, обманывают. Ну, там, все построено, весь мир построен на лжи, на обмане, на грабеже. Где-то, ну, 90% мира, обычного мира. Ты заходишь в магазин, и в магазине хозяин хочет недоплатиться сотрудникам. Сотрудники хотят украсть у хозяина. Воровство, неважно, Америка, не Америка, везде, где только за людьми не наблюдают, начинается воровство. То есть, это грабеж, да? Обман, ну и так далее. То есть, мы живем в мире лжи. Конкретно в мире лжи. Так что, человек, который идет, и он реально за Бога, написано, что даже его враги, яшлим и тот. То есть, они будут с ним в мире. Я сталкивался в жизни с разными ситуациями и видел, что действительно бывает, что человек, который за Бога, прямо он идет вот так вот, как между капель дождя, да? То есть, вот, все как-то складывается, все хорошо складывается. Такое бывает. Все, дорогие друзья, значит, мы сегодня позанимались, мы сегодня позанимались, мы позанимались. И давайте сделаем вывод. Очень важно сделать вывод. Витлицкого, вот, напоминает мне Терилл, что я представлял Витлицкую. Я честно тебе скажу, что я думал о ней. Я не представлял. Вот мне сейчас закрыть глаза, я ее не представлю, да? Вот, как картинка. Но, понятное дело, что у меня что-то мутное такое есть. Я имею в виду, когда я говорю, что я не могу визуализировать, есть люди, которые закрывают глаза и видят, как фотографию, четко картинки. У меня такая очень, ну, мутное такое все, знаешь, вообще прям, ну, вообще не вижу, можно сказать. Хорошо, но правильно Терилл сказал, что мне надо точнее выражаться. Нельзя сказать, что я вообще не вижу. Я вижу внутри, но очень мутно и плохо. Черно-белое я так все вижу. Цветные цвета вообще не вижу. Может быть, вижу, но очень мутно. Понятно, да? Все, друзья, давайте, каждый, напишите, пожалуйста, свой вывод. Очень важно, когда мы получаем информацию, вот это была информация, царь Соломон, потом Малбин, потом я, потом я вам ее передал. Это все очень сейчас так идет потоком. Сделайте из этого потока пружины. Сделайте из них такие прям пружины, свои мысли, выводы. Выводы, вы берете выводы, эти выводы вставляете себе в голову. И эти выводы потом ведут вас туда, куда вы хотите, чтобы они вас вели. Без выводов урок не считается законченным. Сделайте, пожалуйста, от одного до трех выводов. Свои, как бы, выводы из услышанного, прочитанного. Запишите их, расскажите другим людям. Запишите, повторите. Сделайте еще раз повторение, еще раз повторение, еще раз повторение. Пока эти выводы не войдут к вам в голову и не поведут вас по путям Бога. А если вы идете по путям Бога, тогда же ваши враги будут с вами в мире. Все, друзья, удачи, успехов. Пока.